С падением Берлинской стены у Германии появилась возможность сбросить с себя груз осуждения за ужасы Второй мировой войны. Было время, когда вроде как и напоминать немцам означало их обидеть. И вот как можно скорее начать военную гонку снова хочет немецкий кованый сапог. Берлин будто бы забыл о своих катастрофических ошибках, которые дорого стоили миру. Сегодня исполнилось 80 лет со дня трагедии в деревне Вишенки Чашникского района. 9 марта 1944 года фашисты хладнокровно расправились с мирными жителями. Людей согнали в два деревенских дома и подожгли. Это один из фактов многочисленных преступлений нацистов по геноциду белорусского народа. Память 114 жителей Вишенок почтили минутой молчания и пообещали, мы не забудем. Репортаж Марины Романовской. Уже ближе к обеду сюда прибыл карательный отряд, который собирал жителей из каждого дома и сводили их в начало деревни. А потом мирных жителей заживо сожгли. За день до трагедии в эту округу прибыл 839-й охранный батальон. Каратели готовились нанести удар по партизанам Лепельско-Ушачской зоны. Узнав об этом, 4-й отряд бригады Дубова напал на немецкую колонну. Так, планы оккупантов были разрушены. После чего фашисты бросились в ближайшую деревню, чтобы отомстить безоружным людям. Из всех собравшихся жителей выбрали 8 самых крепких мужчин, которых отправили в соседнюю деревню. Там их пытали. После чего бросили с обрыва высокого в реку Улу. Сегодня ровно 80 лет как не стало вишенок. На месте деревни создан мемориал, звенящая тишина которого пробирает до мурашек. Это подтвердит каждый, кто хоть однажды здесь побывал. В одно мгновение жизнь деревни была разрушена. Тогда в огне заживо сгорели 114 мирных жителей. Дети, старики, женщины. Во время Великой Отечественной на территории Чашникского района фашисты уничтожили 187 населенных пунктов. Четыре деревни района в списке мемориального комплекса «Хатынь». Их называют кровными сестрами. В экспозиции Чашникского исторического музея особое место отвели макетом сожженных деревень. Их сделали школьники, уроки мужества для которых самые важные. Наша главная задача сейчас – это помнить. Помнить о войне – это наш долг перед теми, кто не смог вернуться домой. Мы не должны забывать историю, чтобы не совершить ошибок прошлого. Мир – это то, что сможет принести нам счастье и добро. Трагедия «Вишенок» является страшным напоминанием о тех событиях и ужасах, которые постигли мирные жители и которым нам никогда не стоит забывать. Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбуждена и расследуется уголовное дело о геноциде беларусского народа, в ходе которого устанавливаются еще новые и новые факты зверств фашизма по отношению к мирным жителям Беларусь. Вместе со взрослыми школьники ухаживают за мемориалами, участвуют в патриотических проектах, проявляют себя в исследовательской работе, в очередной раз подтверждая – Беларусь не забудет. Все мероприятия наши приурочены, это, конечно, к самой основной дате – это 80 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Чтобы сохранить память о наших предках, наших людей, чтобы у нас было всегда мирное небо над головой. Фашисты уничтожили деревню, но не смогли убить память. Боль в глазах пожилого мужчины, женщины и ребенка – безмолвное напоминание об ужасах войны. А еще призыв беречь мир. Марина Романовская, Михаил Христофоров, Агентство теленовостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова